Всем привет! Сегодня вашему вниманию представит жемчужина творения инженеров. Мерседес двигатель, за которым охотятся ценители этой марки. Мощный, надежный, практичный, с бархатным и эластичным звучанием. Рядная шестерка от Мерседес начала 90-х, которая не оставила равнодушным никого, кто когда-то прокатился на машине, в которой он был установлен. Так если он такой хороший, почему Мерседес сняла его с производства? Почему он выпускался даже меньше, чем его младший собрат М111, который мы обозревали с вами в прошлом выпуске? Сегодня мы разберем все плюсы и минусы этого поистине легендарного мотора и сделаем вывод. Стоит ли в 21 веке покупать авто с таким мотором? Будет очень интересно, заваривайте пельмени и чаефир, присаживайтесь поудобнее и погнали! Семейство рядных шестицилиндровых двигателей Мерседес М104, произведенный в немецком штутгарте, выпускался на протяжении 9 лет, с 1989 до 1998 года. И когда уже был снят с производства, он все еще продолжал ставиться на нами уже полюбившуюся корейскую марку Сан Йонг аж до 2017 года. Но это ей, по всей видимости, не помогло, ведь Википедия пишет, что в 2020 году Сан Йонг разорилась. М104 это шестицилиндровый рядный двигатель с чугунным блоком объемом от 2,8 до 3,2 литра. Система изменения фаз газораспределения мощностью от 197 до 231 лошадиная сила. Еще были особо мощные тогда еще будущие независимые тюнинг АТЛИ АМГ версии 3,4 и 3,6 литра соответственно. А разница многочисленных модификаций заключалась в отличии с систем впрыска и зажигания, объема цилиндров, хода поршней и соответственно степенью сжатия. Этот мотор заменил собой предыдущий мотор с маркировкой М103. Такой двигатель устанавливался на моделях 124, 202, 210, С-класс 140, Геленваген и Родстер Мерседес SL. Разница в литраже такого двигателя лично я считаю обусловленной на маркетинге. К примеру, если на гражданских С-класс ставился 104-й мотор только с 2,8, то на Е-класс ставился еще и 3,2. А почему на С-класс не могли бы оставить 3,2? Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, напишите в комментариях. Но мне лично кажется, что это не только из-за рассуждений технических, но и маркетинга. Не могла же С-шка ехать быстрее Е-класса? Привод валов осуществлялся роликовой цепью. Имелось изменение фаз газораспределения. Такую схему всей кинематики, как известно, имели спортивные автомобили. Моторы зарекомендовали себя надежными агрегатами, но с незначительными изъянами. Двигатель 104 имел два распредвала и более надежную двухрядную цепь, в отличие от предшественников М103. И не два клапана, а уже четыре клапана на цилиндр. Начиная с 92-го года, М104 начали устанавливать впускной коллектор с переменной геометрией. В зависимости от типа года выпуска он мог оборудоваться системами приз КК Е-Джетроник, ЛХ-Джетроник, HFM и МЕ2.0. Различие таких систем заключалось в постоянном усложнении с добавлением датчиков и новых систем и опций для автомобиля, а где-то и удешевлении и упрощении конструкции в связи с развитием технологий. Устрой кинотеатр у себя дома. Смотри более 100 тысяч голливудских российских новинок, фильмов и сериалов на ivi.ru. Как бесплатно, так и по эксклюзивной льготной подписке в лучшем качестве. Специально для вас, мои любимые подписчики. Приготовились к фильму. Мотор. КЕ-Джетроник устанавливался на первые моторы серии 3-х литровым М104. Данная система представляла собой топливное оборудование, опирающееся на базовые механистические концепции. Помимо чисто механических элементов КА-Джетроник, в систему были внедрены электронный блок управления, контролирующий подачу, регулятор давления с мембраной, ЭГСД, датчик давления, расходомер воздуха, тоже с датчиком, но дополнены еще потенциометром. Именно поэтому она называлась не КА-Джетроник, а КА-Джетроник, потому что была добавлена ЭБУ. Вообще, как вы знаете, базовая КА-Джетроник — это старая система механического впрыска, по подобию которой система работала на 12-цилиндровых двигателях Мерседес, которые еще, в свою очередь, были установлены на немецких Мстершмиттах начала 30-х. Такая система надежна, но именно пока она исправна. Когда начинают барахлить, то многие владельцы либо пытаются сбрить побыстрее машину другому счастливчику, либо ищут спеца по настройке, которые говорят, что где-то еще остались, но их никто не видел. Трогие элементы этой сложной системы были выполнены с прецизионной точностью, погрешностью несколько микрон. И если изнашивались, то система уже работала неадекватно. Форсунки в такой системе льют постоянно. Это влияет негативно на смеси образования, потому что бензином заливает камеру изгорания и клапана. В середине 80-х эта система ставилась на множестве европейских автомобилей и оказала негативное влияние, потому что, к примеру, японцы, они не игрались в какие-то там инженерные игры, и у них было все просто. Карбюратор, а потом сразу инжектор с электрическими форсунками, которые работали безукоризненно. И поэтому большинство моторов не доживало, потому что происходило рваное смеси образования из переобогащенной в переобедненную. Основная проблема – это износ дозатора, то есть плунжера, который отвечает за четкое дозирование топлива и неэффективная работа в разных режимах движения авто и перерасход. Просто включает дроссельную заслонку, расходомер воздуха, дозатор, распределитель топлива, регулятор давления питания, регулятор управления давления, форсунки в... Форсунки впрыска, пусковой форсунки, а также клапан добавить. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Посему многие владельцы, узнав о цене ремонта и настройки того, что уже в конце 90-х производилось электроникой, решает, что проще перевести систему на более простой электронный HFM. Модификация этого мотора сначала производилась без катализатора и переваривала 92-й бензин, а с повышением экологических норм полностью перешли на катализаторы и 95-й бензин. Варианты же следующих моторов со впрыском LHG-Tronic стало применение по сути первое по технологии термоанометрического расходомера воздуха, измерительный теплообменный элемент, который был выполнен, только вдумайтесь, из драгоценных металлов, представляющий собой платиновую проволоку диаметром несколько микрон, размещенной в середине цилиндрического воздушного канала. Она постоянно подогревалась, и простыми словами, от того, насколько сильно поток сасаемого воздуха ее остужал, и зависел сигнал, подаваемый на мозги. Таким образом, мозги видели, как замешивать топлив на воздушную смесь. Воздух даже после фильтра оказывался слишком грязным для такого измерителя, поэтому было предусмотрено самоочищение платиновой проволоки расходомера воздуха. Оно осуществлялось после каждой остановки двигателя автоматическим нагревом этой проволоки, только вдумайтесь, до 1100 градусов. При этом с ее поверхности испарялись разные химические вещества, загрязнения, однако такая система являлась причиной погрешности, постепенному износу проволоки. Ну, а если вы хотели бы заменить эту деталь, то, пожалуй, придется устроиться на вторую работу, потому что посмотрите, к примеру, сколько стоят такие поношенные расходомеры, и вам станет понятен отказ от такой системы измерения в угоду более практичной HFM, где кремниевый термопленочный дымарванил не умел самоочищаться, но для покупки и замены на новые у вас, по крайней мере, отпадало необходимо закладывать ломбард в свою почку. Один из распредвалов уже в следующих системах управления двигателя без трамблера оснащался муфтой с гидравлическим приводом, последняя, которая отвечала за изменение фаз газораспределения. Уже следующая, третья система, которая ставилась на этом моторе HFM, это управление двигателем с помощью горячепленочного расходомера. Такая система HFM оснащена современными функциями диагностики и защитой от неисправности. По сути, это более сложный инжектор, включающий такие диагностические устройства, как Star Diagnosis, поэтому ремонт этой системы требует узкоспециализированный подход. Хотя такая система среди мерсоводов завоевала больше всего одобрения, потому что была менее геморройной и более ремонтопригодной. И последняя, четвертая система, которая ставилась на такие двигатели, это была Bosch ME, то есть Moto Electronics. ME 2.1 является одной из модификаций инжектора данного типа. Она устанавливается на моторы M104 и M111. Преимущественно этой системы подачи топлива можно назвать немецкую точность, потому что каждая из форсунок управляется отдельно. Время открытия сопла контролируется полностью ЭБУ. С другой стороны, блок сильно загружен, ему нужно успевать также программировать постоянное ограничение скорости для систем ESP и темпомата, управлять холостым ходом и катушками зажигания. Более подробно о таких системах можно узнать из моего предыдущего видео. Прежде чем мы начнем обсуждать достоинства и недостатки такого мотора, стоит сообщить вам о некоторых удивительных фактах, которые знают далеко не многие. Существовал еще один двигатель с индексом M104, заводское обозначение 104.900, который устанавливался исключительно на минивены Vita. Но то уже была другая песня, потому что у Мерседеса в те времена не было компактного мотора объемом 2,8 литра, пригодного до поперечной установки силового агрегата. И Мерседес была вынуждена установить туда, поверьте, не менее легендарный фольксвагеновский мотор VR6 с расположением цилиндров не вдоль, а в шахматном порядке. Эта цыганская хитрость, видимо, спасла ситуацию, ведь на него налепили фирменную табличку Мерса, и минивен пошел в массы с разгоном около 8 секунд на сотню. Но зачем Мерседес присвоили мотору Vagindex 104, уже, наверное, и сами не помнят. А теперь про недостатки. Стоит признать, что мотор был крайне удачным, отлично уравновешенным, но при всей своей надежности имел несколько врожденных дефектов. Прежде всего, это, конечно же, течь масла из-под всех уплотнителей и прокладок. Но основная головная боль двигателя М104 это перегрев задней части головки блока цилиндров и, как следствие, ее окорабление. И, к сожалению, от этого никуда не деться, так как данная проблема относится к конструктивным недостаткам без исключения всех рядных шести цилиндровиков. Прошлите говоря, инженерам, конструивающим любые рядные двигатели, сложно избежать эксплуатационных деформаций в длинной детали при сильных температурных перепадах. Первая ласточка и назревающая неисправность двигателя М104 это подтеки масла из-под головки блока цилиндров в передней части. Обычно после 100 тысяч километров пробега. Первое, что начинает делать, это заменять лишь переднюю П-образную прокладку. Если же при осмотре двигателя М104 и Мерседеса видно, что он потеет маслом в задней части, то мелкосрочной работы не обойтись. Придется менять прокладку головки блока. Заодно советую проверить седла клапанов. Иногда, по опыту многих известных мотористов, деформация головок напрягает заднюю шпильку выпускного коллектора, что ведет к ее разрыву. Если вы обнаружили, что спилька обломана, то вашему мотору без шлифовки головки, к сожалению, не обойтись. Притом, если вы владеете рядным 6-цилиндромом двигателем, советую настоятельно в своем мире именно менять масло в двигателе, используя только высококачественные смазывающие жидкости. Иначе произойдет следующее. В блоке двигателя М104 для борьбы с перегревом поршней установлены форсунки, подающие напор масла на юбке поршней. Так вот, если забиваются форсунки 5-го или 6-го цилиндров, это, как правило, итог 1. Задир поршня двигателя и появление стука в блоке цилиндров. После такого, конечно, диагноз капитального ремонта не обижать. Также из известных причин перегрева двигателя – это неисправная вискомуфта. В летнюю жару она обязательно проверяет себя, притом дополнительный вентилятор, установленный перед радиатором, не справится с обдувом. Обычная промывка снаружи не поможет, чтобы вычистить грязь между радиаторами, вам придется их разъединить. Дополнительные же вентиляторы включаются при 103-107 градусах. На Mercedes 202 установлено 2 электрических вентилятора, а на Mercedes V210, как правильно, один электрический, а другой паразитный, приводится от него ремнем. Обязательно проследите за ним. Бывает срыв или просто соскок ремня, и результат – вдвойне сниженная эффективность обдува. А мы уже знаем, что главное для двигателя М104 – это нормальная рабочая температура. Также вибрация, как и на любом другом моторе, причиной становится подушка, которую необходимо заменить, и много неприятностей вам доставит изрядно высохшая подкапотная проводка, а также катушки зажигания. Тут, ребят, без компромиссов. Либо тратишь деньги и катаешься на шестиряднике, либо ездишь пешком. Хотя стоит отметить, что такие моторы прекрасно переносят газобаллонное оборудование в связи с установкой гидрокомпенсаторов, и без необходимости их регулирования. Но, опять же, если подытожить, при использовании качественного масла, бензин и регулярном техническом обслуживании двигателем 104 практически не убиваем. Конечно, это не дизельный миллионник М606, однако среди бензинок – один из самых надежных силовых агрегатов от Мерседес Бенц. И имеет ресурс полмиллиона километров гарантированно. Да, и, кстати, этот двигатель очень неплохо ездит, однако расход в 15 литров вам будет обеспечен. По трассе он будет есть 9, а в смешанном режиме – 11. Если у вас есть такой двигатель, будет интересно, сколько он ест у вас. Поделитесь вашими наблюдениями в комментариях. В дополнение к сказому хочется добавить, что еще тогда независимая фирма AMG славно потрудилась над доработкой и совершенствованием этих и без того прекрасных механизмов, выпустив на их базе двигатели с объемом 3,4 и 3,6 литров. Двигатель 3,4 был получен компанией AMG из трехлитрового шестительно-дрового 24-клапанного двигателя с системой топлива Bosch K-EG-Tronic и выдавал 272 лошадиные силы при 6,5 тысячах оборотах в минуту. А в то же время AMG 3,6 развивал мощность 276 лошадиных сил и почти 400 ньютонов в метрах уже при 4 тысячах оборотах в минуту. Рабочий объем такого двигателя 3,6 был получен путем установки коленчатого вала двигателя 2,8. Давайте с вами рассмотрим тюнинг этого двигателя. Переделка 3,2 в 3,6 MG одна из самых первых мыслей владельцев M104. Однако для реализации подобных проектов потребуется заменить практически все. Коленвал, шатаны, поршни, доработать с ГБЦ, заменить распредвалы, форсунки, насос и прочее. Проще либо сразу купить Mercedes двигателем 3,6 MG, либо установить надув на стандартный двигатель и получить еще больше мощности. Для этих целей подойдет какой-нибудь скромный компрессор-кит на PBR Eton M62, про который мы с вами говорили в прошлом видео, либо установку турбины. Например, подойдет любая скромная турбина, способная надуть хотя бы полбара. Больше и не нужно, чтобы не менять стандартную поршневую. Форсунки же и бензонасос должны быть большей производительности. Электронный блок придется настраивать на бега Squirt или VAMS. В итоге мощность двигателя может повыситься до 300 лошадиных сил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, ребята, очень сложно осознать реальный потенциал этого легендарного двигателя. Ведь не каждый мотор, произведенный в этом мире, способен делать такие вещи, согласитесь. Среди коллекционеров, Mercedes, созданный мотором, ценится в моделях до 1998 года. Именно тогда, когда легендарная тюнинг-ателье AMG была независимой, еще не входила в концерн Mercedes. Тогда на AMG машины приходили полностью в заводском исполнении. Разбирались буквально до винтиков и вручную доукомплектовывались отдельным мастером, отвечающим за качество своим именем. Сейчас же эта традиция, к сожалению, распространяется в AMG только на моторы. Кстати, если вам было бы интересно, чтобы в одном из следующих видео я рассказала вам о истории этого легендарного тюнинг-ателье и его малоизвестных фактах, дайте мне знать в комментариях к этому ролику. Но что же все-таки произошло далее? В 1998 году этот двигатель был полностью снят с производства, но тем не менее он продолжил свою жизнь на корейской марке Deo и Сан Йонг. Вы знаете, что Mercedes продал всю линию M111-M104 к корейскому концерну Deo вместе с платформой от GELICA. И двигатель M104 начал устанавливаться уже на корейских марках Сан Йонг. Очень интересно, что один из очевидцев пишет, что у него в городе Сан Йонг появились в 1997 году, но с очень современной по тем временам мордой и задом боковинами. С кучей люксовых опций, которые не во всех, кстати, легковых Mercedes были. Очень богатые комплектации были. Но продавцы никого не могли убедить, что эту машину можно брать. Всем они показывали, что под капотом двигло M104, все остальное по агрегатам тоже было от Mercedes, но никто не велся. А вот кто повелся, выиграли, потому что за копейки брали надежных, рабочих и комфортных лошадей. Также интересно, что представительская линия Charman получила свое распространение только в Южной Корее. Однажды говорят, что принцесса Великобритании с первым визитом в Корею была посажена именно в корейский Deo с этим мотором, тогда еще с шильдиками Deo. После этого этот факт был использован в маркетинге, даже тогда, когда уже Deo машину переименовали в Сан Йонг. В первую очередь, как и любой рядный двигатель, такие шестерки довольно просты и надежны. Блок цилиндров изготовлен проще, да и в отличие от V-образных моторов, во втором комплекте ГБЦ и распредвалов нет необходимости. Вместо использования четырех коротких распредвалов, рядная шестерка может довольствоваться двумя длинными валами. Простота таких моторов также важна при ремонте, почему она полюбилась в наших краях? Так как на рядном двигателе можно легко подобраться к любой свиче зажигания, проводам и любым элементам при плановом обслуживании, что делает такую рядную шестерку хорошим товарищем механика. Но самое большое преимущество это балансировка двигателя. Ведь при обычной схеме работы таких моторов, поршни двигаются парами со своим отражением в зеркале с другой стороны мотора, благодаря чему возрастно-поступательное движение сами уроновешивают мотор. Благодаря этому они плавно и эластично работают и развивают обороты, чем в принципе и прославились. Но несмотря на удачность M104, к сожалению, золотое время рядных шестерок подошло к концу, так как все производители используют сейчас именно моторы типа V6, причем как в обычных моделях, так и в заряженных версиях. Но, к сожалению, есть множество причин, почему такие двигатели, как M104 и другие рядные шестерки сейчас вымерли. Размещение такого мотора всегда вызывало вопросы, так как из-за дополнительных цилиндров установить такой мотор вдоль можно было не под каждый капут. Если же ставить его поперечно, то не остается места для трансмиссии и приводов, которые нужны для использования в переднеприводных моделях. А как мы помним, на Mercedes Vita этот мотор они засунуть так и не смогли. А так как производители стараются делать максимально универсальные моторы для применения на множестве моделей, длинные рядники им уже попросту не нужны. Кроме того, у длинного мотора и его компонентов страдает жесткость по сравнению с более компактными моделями. Длинные распредвалы и коленвалы слегка прогибаются во время вращения, а блок цилиндров не такой жесткий, как, к примеру, у тех же V6. Размеры и вес рядные шестерки также плохо влияют на центр тяжести автомобиля, так как он расположен несколько выше, чем более компактные модели. В то же время из-за более компактных параметров V6, такой мотор можно поставить в куда большее количество моделей из линейки производителя, что снижает ее стоимость на тестировании для других вариантов двигателей. И в итоге, при отсутствии рядных шестерок, V6 полностью заняли их место на рынке. И очередная версия шестицилиндрового двигателя, уже V-образном исполнении, который называется M112, появившаяся в 97 году, заняла место нашего с вами любимого M104. Но смог ли он переплюнуть легендарный M104, вы сможете узнать в одном из следующих видео, если, конечно, вам нравятся такие видео. Но не стоит отчаиваться любителям марки Mercedes-Benz шестирядным цилиндровым двигателем быть, потому что Mercedes-Benz в последнее время представила новый мотор M256 с использованием рядного шестицилиндрового двигателя и 48-вольтный аккумулятор для питания навесного оборудования при помощи трансмиссии. Это последняя разработка бензиновых шестерок, в которой внесен ряд технических нововведений, абсолютно не свойственных подобным моторам в прошлом. Если хотите, я смогу рассказать вам про такой двигатель в следующих видео. Большое спасибо, что делили свое время на просмотр этого ролика. Надеюсь, я был вам максимально полезен. Поэтому давайте сейчас встретимся с вами в комментариях и пообщаемся. Интересно, на каких машинах и с какими моторами гоняете вы? Очень полезен именно ваш опыт эксплуатации. И обязательно, гляньте вот это видео, которое посмотрело уже больше 50 тысяч человек. Про не менее легендарный мотор Мерседес М111. И подпишитесь на этот канал, если не хотите пропустить новое видео, которое будет уже очень скоро. До новых встреч!